Музы Музы Я защитила работу MBA, Высшей школе экономики, по созданию сети школ творческого воспитания. И я предлагала этот проект, но он никому не нужен. А это не проверка ли? Как деградировало наше общество? Если вы не хотите спать с теми, с кем вы не хотите, и вас заставляют делать это дирекция театра, и кто угодно другой, не делайте этого. Живите в свою радость. Собственно, представьте Анастасию Волочкову. Анастасия Волочкова, звезда. Здравствуйте. Мы рады, что вы у нас. И жертва. Скажите, пожалуйста, вот в одной из реплик, которые я слышала в этих программах, которые почему-то не были показаны, или в дальнейшем были показаны с какими-то купюрами, вы говорили о том, что для того, чтобы стать, для того, чтобы пробиться, в том числе в больших театрах, нужно пройти через постель по указанию директора театра. Вот практически дословно. Я наоборот считаю и говорила о том, что этого делать не нужно, если ты действительно хочешь пробиться, и для того, чтобы стать и балериной, и личностью, и вообще не обязательно балериной, а просто человеком успешным. В любом деле нужно для этого приложить максимум усилий, нужно иметь ту харизму, которая присуща немногим, и такое качество, на мой взгляд, одно из самых важных – это могущество воли. А вам приходилось такие решения принимать? Мне постоянно. И я изначально, наверное, с лет 18, когда я переступила порог Мариинского театра, я должна была принять для себя решение отказаться или согласиться на те условия, которые мне были предложены. И поскольку я сохранила вот свою принципиальную позицию, честь и достоинство, желание пройти все своим путем, мне потом в дальнейшем уже было жаль оборачиваться назад или совершать те ошибки, которые я вроде бы как не совершила или даже совершила в прошлом. Поэтому я вот как раз считаю себя очень свободным и счастливым человеком, потому что я имею право выбирать, и всегда имела право, с кем мне жить, с кем мне спать, с кем мне общаться, с кем мне нет, с кем дружить и с кем выстраивать свои отношения. А к чему вынуждает, в принципе, такая первостатейная балетная карьера? Какие еще сложности возникают на этом этапе? Прежде всего, балетная профессия – это дисциплина, к которой человек не просто привыкает, а дисциплина становится образом жизни с 9 лет с поступления в балетное училище. Конечно, это ограничение, но не только в еде. Еда – это ерунда, можно привыкнуть к этому и сделать свой образ жизни здоровым. Конечно, это ограничение во времени, потому что это 4, 5 или 6 часов физической нагрузки в день. Для кого-то это испытание, вот для меня это образ жизни. Поэтому это разного рода лишение. Это невозможность поехать отдыхать тогда, когда тебе хочется, и найти вот столько дней в году, сколько хотелось бы. Ну а программы с моим участием снимали с эфира по другой причине. Скажите, а вот часто как ситуация? Стоп, почему снимали программу? Вот у вас уже наверняка есть какой-то вывод на эту схему. Это же уникальная ситуация, действительно, такое происходит даже сегодня редко. Вы знаете, в моей жизни очень много происходит неожиданных, неординарных событий и уникальных историй. И вы же сами ответили на свой вопрос еще в начале вашего эфира. Просто я всегда была убеждена, что я живу в свободной стране, где я имею право выбора, как человек, как личность, как женщина. И я имею право выбирать, быть причастна к каким-то политическим убеждениям или нет. Но я никогда не могла предположить, что выход из партии может повлечь за собой вот такое большое количество противодействий. И я очень счастлива, что нашлись благоразумные люди, которые все эти противодействия по отношению ко мне смогли, ну, как-то остановить или попытаться это сделать. А кто эти люди? Я не знаю их имен. Если бы я их увидела, я бы пожалала руку, честно. А, то есть некие люди все-таки повернули ситуацию. Ну, я просто вижу, что сейчас ситуация разворачивается уже обратно. Потому что, к сожалению, так случилось в моей жизни, что вот когда мне действительно в свое время, ну, поддержка определенного характера, она могла бы помочь. Еще в раннем возрасте, когда я начинала свой путь становления как балерины, когда создавалась моя концертная программа. Ведь мы с мамой сделали прорыв в балетном мире и создали концертное шоу, которому нет сегодня аналога. В балетном мире настоящий сольный проект. Но вот, как правило, тех людей, которые бы притянули руку помощи и помогли реально, их рядом не оказывалось. Да и сегодня, вы знаете, я свои благотворительные проекты осуществляю на личные средства, на свои деньги. Но вот когда речь шла о том, чтобы помешать за какой-то, может быть, мой шаг непокорности, может быть, несогласия с чем-то, за сохранение своей позиции, за какой-то очень честный шаг или поступок, хорошо, за выход из партии или за выход из отношений. Почему-то, вот вы знаете, когда отомстить, то всегда здесь оказывались ряда мужчин, имеющие деньги, власть и возможности. Именно мужчины. Вы знаете, к сожалению, или это дело политики или жизни, но вот так получалось. Настя, скажите, откуда у вас, если не секрет, такие крупные суммы, чтобы заниматься широко благотворительной деятельностью? Это же требует вложений. Да, вы знаете, я все свои деньги зарабатываю вот своими ногами, своими возможностями творческими. Действительно, для меня было большим вложением принести деньги в кругу Сити Холл, заплатить за аренду. Это достаточно внушаемая сумма. Мне немножко ее понизили, зная, что на этот концерт я не продаю билеты, что весь сбор зала, предполагаемый, он идет на пригласительные для детей, молодежи, детей, инвалидов. Я еще, вы знаете, денежки повесила свои на улице, чтобы люди узнали, где взять эти пригласительные, что такое событие есть. Но я не хочу ждать. Я всегда люблю конкретику. Я хочу делами и поступками совершать очень хорошую вещь, исполнять свою миссию. А она не только в том, чтобы танцевать. Я знаю, что на этот концерт, представляете, я пригласила, ну, с ума сошла, да, пригласила 6 тысяч человек. Но если бы вы знали мое состояние на этой сцене, в окружении детей я показала свою концертную программу полноценную, но в ней еще приняли участие дети. Моя доча Рядна и Дами Сольки. Когда я стояла в конце и исполняла песню с этими детьми и видела эти 6 тысяч рукоплещущих мне 100 и потом присылающих свои письма благодарности, это никакими деньгами не окупить. Скажите, а вот сейчас вас показывают по федеральным каналам? Вы не чувствуете уже присутствие какой-то цензуры? Вы знаете, я чувствую присутствие цензуры. И для меня на самом деле не имеет значения, я есть в этом ящике или нет. Я хочу быть не на страницах журналов и газет, а в душах и сердцах людей. И для общения с людьми у меня сегодня есть такие вот... Ну, свои трибуны. Это вот мой блог, это Life Journal, это Twitter тот же самый. Когда я пишу вроде бы на деревне дедушки или бабушки, пишу людям, которых я не знаю, но я вижу, что у них есть интерес к моей личности. Поэтому вся моя правда в моем блоге. А что касается каналов, ну, сняли программу с эфира, показали, ну, это посмешище. Я, честно говоря, никогда не думала, что люди... Ведь мы же прекрасно понимаем, на каком уровне принимаются решения, снимать программу с эфира или нет. Если они занимались все это время не тем, чтобы решали политические задачи нашей страны или какую-то историю, которая была важна, проблемы деторождаемости, социального обеспечения жизни людей в нашей стране, а следили, как там Волочкова поехала на Дальний Восток и давали ЦУ, понимаете, чтобы сделать тур Волочковой на Дальнем Востоке незамеченным. Дорогие девушки, вы можете представить, как они это сделали через Приморскую администрацию. И вы знаете, можно было бы об этом умолчать, и, наверное, многие, кто открывали сейчас вот эти границы, думали, ну, вот теперь Волочкову будут показывать, она теперь будет хорошей. Да не буду я хорошей, это было, и я не могу об этом молчать. Я ездила на Дальний Восток и танцевала от Комсомольска на Амуре до Магадана, это был мой тур в феврале, как раз тогда, вот после снятия этих программ. И когда журналисты мне говорили, что им запретили общаться со мной, и то давать интервью, то теперь, ой, нет, извините. Настя, я вот искренне понимаю, о чем вы так опасны? Ну, вот вы что-то такое особенное знаете, может быть? Давайте нам расскажем. Нет, нет, я просто неудобный человек для политики, потому что я человек правды. Но вы так долго были удобным, а потом вдруг стали неудобным. Как-то получилось, Даша, что это был щелчок. Я всегда была неудобной, просто я выдерживала ту самую партийную этику, но в какой-то момент в своей жизни сказала о том, что это хватит. И я не приемлю в жизни лицемерия, лжи, ИБД, имитации бурной деятельности, то, что мной было наблюдено, скажем так. Я не приемлю ситуации, когда люди меня используют как разменную монету, и потом я от этого претерпеваю неудобства, знаете, очень большого характера. Просто у меня есть в жизни очень большой ресурс, самое дорогое ценное, что у меня есть, это мое имя. И когда я понимаю, что люди могут только гадить и больше ничего, а вы знаете, я в помощи не нуждаюсь. Я такой случай, когда, ребята, мне не надо помогать, не мешайте. Но когда моя история политическая аукивается мне тем, что я не могу приехать в Краснодарский край после своего участия в выборах мэры Сочи, потому что на меня губернатор Ткачев так сильно обиделся, что теперь объявил меня персоной нон-грата. Вы думаете, я не переживаю эту историю? А вас просто не пускают в аэропорту, что ли? Нет, в аэропорту, вы знаете, я туда не приезжаю, вот даже чисто из принципа. У меня нет желания туда поехать отдохнуть. Я там достаточное время провела, и я пять лет в этом крае сотрудничала с театром балета Юрия Григоровича на совершенно безвозмездной основе, свой мизерный гонорар передавая партнерам, которые соглашались из любви ко мне приезжать в эту местность, чтобы танцевать. И после этого я не могу приехать к своему зрителю, для которого я танцевала, и который меня полюбил, потому что на меня обиделся Ткачев. Я думаю, люди, это справедливо. Я же не на дачу к нему хотела приехать станцевать. Хотя, когда было надо, на корпоративы звонили на мобильный телефон. И вы танцевали? И я танцевала. Но не на дачах, конечно, а на форумах кубанских, за границей, за рубежом. Вы знаете, я не жалею. Я танцевала не для них, я танцевала для людей. Но когда ситуация в обратную сторону против меня разворачивается, честно, я не знаю, кто больше потерпел поражение. Я или Краснодарский театр балетов. Но это несправедливо. И поскольку это несправедливость есть, я готова о ней говорить, потому что я человек правды. И я никогда не буду скрывать какую-то лживость и лицемерие. Сегодня я свободный человек. Дело Единой России и партии заседать в Госдуме, например. А мое танцевать, радовать людей, писать книгу, записывать альбом детских песен, аудиосказок. Я открываю сеть школ, своих школ нет, у меня нет пока возможностей. Но сеть танцевально-хореографических студий Анастасии Волочковой будет открыта на базе одного из известных спортивных клубов. А это можно сделать без административного ресурса? Без административного ресурса? Да, ну как бы вот не имея... Но я же делаю сейчас без административного ресурса. Когда я приходила с определенным проектом и говорила, дорогие друзья, я получилась в высшей школе экономики. Я получила степень MBA, экономическое образование. И моей дипломной работой была тема создания сети творческих школ Анастасии Волочковой в регионах Российской Федерации. Это мне тоже поразило, что вы готовы селинги. Я приносила эту тему в Госдуму, лидерам партии, думаю, что действительно тот самый административный ресурс мог помочь. Вы знаете, звонок. Дядя Вася, губернатор, вы хотите это дело иметь у себя в регионе или нет? Все, это конкретный проект. И я понимаю, что я всегда вела социальную деятельность, потому что жизнь детей нашей страны мне не безразлична. И я могла бы уехать за границу. Я жила в Лондоне полтора года и знаю, что меня там ждали, меня там хотели и меня там любили. Но своим именем и своей деятельностью и своим вот тем самым ресурсом я нашим детям полезна во много раз больше. А могли бы там как такая балетная диссидентура, в общем-то, выступать, да? Да вы знаете, я была год назад на гастролях в Чили. И я делала то же, что я делаю здесь, в городах России. Когда наступил кризис, я задавала себе вопрос. Я вообще считаю, что каждый из нас может задать вопрос. Дорогие друзья, а что каждый из нас может сделать для славы нашей России? Не ругать президентов, власть. Вот меня как-то сразу в оппозиционеры записали. Вот я вышла из партии, все, я сразу враг власти. Да, ребята, подождите, Владимир Путин, посмотрите на него. Разве он член партии? Конечно, нет. Никаких претензий, правда? Он вождь. Он не может быть членом партии. Я свободный человек, я хочу заниматься творчеством и заниматься своей творческой политикой. Она в том, что, вот я начала про кризис, я придумала свой путь, я понимала, что залы не заполнятся на 100%, потому что у людей начал задаваться внутри их вопрос, не на что купить билет, на какие деньги, а на какие деньги купить поесть и накормить своих детей. Я придумала мастер-классы, это открытые репетиции перед каждым концертом. За три часа запускались в зал дети все, кто хотел, объявлялось об этом заранее. И они видели подготовку, все, что происходит за кулисами, то, что они не видели бы никогда, если бы я их туда не пригласила. И в Чили это тоже было. К сожалению, было сложнее на английском языке, там испаноязычное население. Но вы представляете, когда девочка пришла в купальники в Чили и станцевала мне умирающего лебедя? Криво, косо, но у меня текли слезы. И они мне, люди эти, говорили, что эти дети не забудут этого никогда в своей жизни. Вы знаете, какая интересная история. Мы хотели бы поговорить о вас с людьми балета, о вас сегодняшней, как о балерине, о вашей современной деятельности, о вашей программе. Но все сотрудники Большого театра нам сказали нет. Удивительная идея, как-то наукомость. Только одна исполнительница из театра Станиславского Немировича Данченко осмелилась поговорить с нами на камеру. Инна Генкевич, да, дадите ей слово. С одной стороны, она, конечно, популяризировала балет, да, то есть многие вообще заинтересовались балетом массовые слои, именно потому что какие-то скандальные, какие-то там нескандальные, интересные факты там из ее жизни. И худо-бедно, но Настя собирает Кремль. Другой вопрос, досматривают ли люди до конца ее спектакль из двух актов. Безусловно, она балерина. Другой вопрос, что чем занимается она сейчас, это действительно много, это шоу-бизнес. И как к этому относиться, это уже на суть людей, которые приходят на ее концерты. Если вам не нравится, то вы не покупайте билеты и не приходите. Но, тем не менее, Кремль полный, как ни парадокс. Настя, как вы думаете, почему никто из Большого театра-то комментировать не хочет? Там запретили или что? Что там за история? Ну, мы были поражены. Вот прям табу. Знаете, я не вправе отвечать за поступки слова других людей. Я всегда отвечаю за свои. И для меня тоже было открытием, что вот был фестиваль Нурива, проходил в Казани. И это уже был 24-й фестиваль. Я уже более 10 лет, считайте, 15 лет существую в балетном бизнесе, скажем так, да. Вообще в балетной истории. И меня тоже ни разу не звали ни на этот фестиваль. Я знаю, что многие балерины, ведущие, которые танцевали в Мариинском Большом театре, они отказывались разделять со мной сцену. Я не знаю, почему. Может быть, не только на фестивале в Нуриве, я говорю о многих концертах, которые были, творческие вечера. Я не знаю. Кто-то боится конкуренции, кто-то еще чего-то. Я не хочу отвечать за других людей. Вот задача моей команды и меня лично – собрать такой коллектив и показать такое шоу, в котором будут, если звезды опера, то это будут лучшие артисты. Если артисты, мои сейчас современные, акробатического балета, то я уж нашла таких, которым равных нет. И собираю сейчас новую команду. Я расту, иду вперед, и, поверьте, мне не важно, что обо мне говорят мои коллеги. Мне не важно, что говорят обо мне критики балетные. Этих динозавров осталось уже 2-3 человека, правда. Ребят, я ведь работаю не для тех людей, которые разбираются в балете. Вот моя задача, вот даже вам сказала девушка из какого-то театра, Станиславского Мневерочия Данчика, да, я там репетирую в балетном зале. Моя задача – привлекать массового зрителя, детей, молодежь к искусству. Может быть, мой подарок в качестве благотворительного концерта, может, это люди запомнят, и дети придут в свои детские дома и воспитателям скажут, что мы видели этот концерт. Мне их мнение дороже, чем вот всех тех, которые сидят и разговаривают. Я не представитель литературного жанра, я балерина, и вряд ли ваш канал или какой-то другой покажет мой концерт. Мой концерт снимал первый канал, они показали его в эфире, это было очень форматное шоу. Но после моего выхода из той структуры, о которой вы говорили, вдруг как-то многое изменилось. В этом концерте принимали участие Дима Билан, Филипп Киркоров, Коля Басков – это мои друзья. Они согласились участвовать в моем концерте юбилейном. А это не странно для балерного шоу? Юдашкин, Аллегрова. Что вы отказываетесь от профессионального мнения? Я? Ну вот вы говорите. Да, но мне неинтересно, вообще неинтересно мнение тех людей, которые вот эти коллеги мои, они пришли хоть раз на мой концерт, да они знают, что Кремль полон. И люди, ну что они, полны зависти. Ребят, ну соберите вы Кремль, соберите. Вы знаете, раз в год у меня концерт в Кремле. И это большое усилие и воли, и средств, и сил больших выкладка, потому что нужно выдержать еще эту концертную программу. И вы знаете, когда я приехала в Москву уже со своим сложившимся шоу, вот эти мои коллеги из Большого театра смеялись надо мной, тыкали пальцем, что вот у Волочковой афишами развесила всю Москву. Да, развесила. Но это было ноу-хау, и за этими афишами был проект. А когда меня уволили из Большого театра и в пику мне пытались сделать какие-то вещи, то этими плакатами была завешена вся Москва, но без события просто. Маша Иванова, фотография. Даже далеко не ходили за макетом афиши. Портрет и балетная фотография. То есть это ради вас? Ну не ради, а в пику. И вы знаете, все, что делалось в пику мне вообще по жизни, это все приводило меня к победе. Потому что это давало мне стимул идти вперед, развиваться, быть личностью, мнение которой сегодня интересно людям. Я не говорю всем, и не говорю даже многим. Но когда человек подходит ко мне на краю земли и просит у меня автограф или сфотографироваться, вы знаете, я в этот момент говорю, господи, спасибо, что моя жизнь, мое мнение, вот эта закорючка вообще кому-то нужна. Вот я люблю своих поклонников, я люблю людей, для которых я живу и творю. Хорошо, Настя, но скажите, а приличные-то коллеги были? Вас кто-то поддержал после вот этого вот скандала, означенного, да, выхода из структуры? Кто-то вам позвонил, кто-то что-то сказал? Вы имеете коллег? Коллег, да, ваше коллег там, да. Нет, вы знаете, мне члены Единой России писали смс, звонили и говорили, вы знаешь, уважуха, просто молодец, мы, мужики, так бы не поступили. Это интересно, члены Единой России вас поняли, да, они бы и сами с удовольствием вышли, но им как-то вот неловко. Ну как-то неловко, а скажите, это были анонимные смс или подписные? Анонимные, как ты себе это представляешь? У нас, наверное, телефоны есть, да, в мобильном? Мой телефон, он очень простой, у меня есть, конечно, айфончик, но это для связи с интернетом, эспрессой. А так, деревянная модель, ну, единственное, он весь в стразах и там АВ, инициал. Кто-то сомневался. С того собой. Я любитель этих, знаете, камней, как ворону, чтобы оно все блестело. Притягивает, работает? Да. Все-таки вот если вернуться к таким глобальным, на самом деле, это действительно удивительная история. Очень редко разговоры о балетных становятся достоянием общественной, становятся интересны широкому кругу аудитории. Мы решили вспомнить такие громкие балетные скандалы, которые обсуждала не только узкая, как бы, группа профессионалов, но и целые страны, иногда из-за каких-то трагических событий. Давайте послушаем. Музык. Классический балетный скандал 70-х годов. Знаменитый русский танцовщик, звезда Кировского театра Михаил Барышников в 74-м бежит из СССР. Во время гастролей в Канаде он просит политическое убежище. На родине его клеймят, как у любого невозвращенца, имущество его и его семьи конфискуют. В Соединенных Штатах он становится одним из первых глобал-рашен. Не растеряв свои национальные идентичности, Барышников танцевал в ведущей партии на лучших американских сценах. Возглавил Национальный театр балета. Балетмейстер Махарбек Вазиев попал на страницы мировой прессы в 2008-м. Тогда руководителю балетной труппы Мариинского театра предложили возглавить балет Миланского Ласкала. Но местная труппа восприняла варяга в штыки. Во время пресс-конференции в Ласкала, на которой западным журналистам презентовали нового худрука, петербуржца Махарбека Вазиева, в зал ворвалась делегация артистов, которые потребовали пересмотреть решение руководства театра. И смотря на это, Вазиев отпраздновал свой юбилей 50 лет на сцене Ласкала. А это самый последний балетный скандал. Хоть и произошел он в России, знают о нем во всем мире. Это настоящий порно-гейт заслуженного артиста балета, солиста Большого Геннадия Янина. Еще зимой все было хорошо, ему прочили место нового худрука, балетные труппы Большого театра. Но в марте некий доброжелатель разослан на 3000 адресов в России и за рубежом ссылки на фотографии гомосексуального характера, выставляющие Янина в самом невыгодном свете. Все было сделано по законам черного пиара. Письмо отправили под логотипом Большого театра. Акция достигла цели. Янина не только не повысили в должности, но руководитель балетной труппы Сергей Филин объявил, что в качестве солиста Геннадий Янин останется в театре только до конца года. Такая история. Настя, скажите, ну как вам история с Янином? Честно говоря, как-то очень его жаль. Знаете, мне тоже его жаль. И я была одной из тех первых людей, кому прислали эти фотографии. И могу сказать, что увидев эту... Сначала я не обратила внимания, мне честно было не до этого, потому что как раз в те времена у меня там были некие те самые противодействия. Было просто не до него. Но когда я увидела эту фотографию, то я поняла, что мои фото с Мальдив – это шедевры античного искусства. А чего ради вам-то прислали? Зачем они всем прислали? Ну, как, знаете, по доброте душевной, в кавычках, конечно, ну, первый человек, кому это должны были прислать, это была я. Конечно, рассылали всем и всюду. Я не буду комментировать. Не Геннадий Янин, этот человек танцевал шута в балете «Лебединое озеро», когда я танцевала там партия «Одетый Адилию», приглашенная и Владимиром Васильевым, и Юрием Григоровичем. Потом этот же человек в должности балетного руководителя пытался ставить мне те же преподы, которые ставил директор Большого театра «Эксанов». Но дело в том, что, вы знаете, судьба все расставляет на свои места, как правило, в жизни. То есть вы считаете, он получил по заслугам? Вы знаете, не то что по заслугам, я не стану комментировать. Вы знаете, у него на этой фотографии очень довольное выражение лица и видно, что он даже позирует. Поэтому, в каком смысле, я не думаю, что это сделано было помимо его воли. Что касается Сергея Филина, вот очень интересная история, что он мне первым позвонил, когда занял пост балетного руководителя в Большом театре, и сказал, Настенька, а я увидел что-то и здесь. Ну как так, Сереженька, а когда мы с тобой танцевали, ты не знал, что я на сцене Большого театра и что я вообще в Большом театре? У меня там трудовая книжка лежит. Меня, вы знаете, формальности особо не интересуют, мне не форма, а содержание всегда важна. Да, я с 2003 года там не танцую, но я ведущий, мастер сцены Большого театра России. И он мне говорит, ну знаешь, у нас пенсионные там какие-то удостоверения, у нас новые девочки приходят, им мест не хватает. Я говорю, что первым человеком, кто помешал в Большом театре, это Анастасия Волочкова. То есть не девочки сорокалетние, которые мажут крыльями у воды пенсионерки, а Волочкова, который 35 лет, ну подожди, может у меня еще юбилей будет на сцене Большого театра. И первым человеком, кто помешал, оказалась я. Что вы должны были как бы освободить? Я должна была освободить, да нет, гримерку там давно уже подселили девочек. Вакансию, да, то есть моей вот, моей должности, моей ставки не хватает кому-то из девочек. Вы знаете, это не важно, что я не то, что с 2003 года не получаю зарплату в Большом театре, ни зарплату, ни гранты, которые нам наш бывший президент Владимир Путин всем артистам распределил. А вот был как раз тот самый Гена Янин, который сидел и на бумажке, составлял вот эту перечень записей, кто сколько получит грантов. Вы можете себе это представить? И еще тогда я думала, что, блин, настанет же время, когда все-таки вот какая-то справедливость должна восстрашиваться. Неужели это можно назвать, извините, справедливостью, когда вот это вот такого рода фотографии рассылаются по всему балетному миру? То есть, конечно, именно в этой ситуации я поняла, что, видимо, нравы какие-то запределились просто в этом прекрасном вот как бы мире Большого театра. Много где. Вы знаете, я так счастлива, что я уже не имею отношения ни к миру театра Большого, ни Моринского, никакого. Вот у меня свой театр Анастасии Волочковой. Клубок доброжелателей, как это, как это любит называть. Я такая счастливая, я вспоминаю... Теперь вы еще не в единую Россию, вас не так отпустило. Да, знаете, просто отлегло сразу. Я могу говорить вот то, что я думаю, как и раньше, но все же более открыто. Знаете, вот фильм «Черный лебедь» смотрела, вы просто упомянули. У меня было впечатление, что этот фильм написан прямо вот по сюжету моей книги. Настолько схожи есть моменты. И я вот смотрела этот фильм, я думаю, блин, как хорошо, что я уже не там. Что я танцую свой концерт, у меня все свое. Свои декорации, свое балетное покрытие, звук, свет, все люди мои. Мне никто в спину гадости не говорит перед выходом на фуэте. Мне никто не срезает отделку с моих костюмов балетных. А срезали? Это было ужасно. Круто. Поэтому вот такое счастье, свобода и независимость. И знаете, свобода и независимость для меня это качество не такое, когда никто не нужен. А когда ты всегда можешь опираться и рассчитывать только на свои силы. Ну что же, в гостях программы «Музы» Анастасия Волочкова, которая рассказывает нам с Анной Монгайт о том, что она не жалеет ни о чем, ни о выходе из «Единой России», ни об уходе из Большого театра, ни о фотографии с Мальдив, которая была опубликована в небезызвестных соцсетях. В связи с чем, кстати, хотелось бы поговорить о том, что вот недавно, например, Анастасия участвовала в конкурсе, по-моему, 100 самых сексуальных, да? Буквально на днях людей, да? Вы знаете, я там даже не была номинирована. Меня пригласил журнал «Эфэчем». Дело в том, что я давала интервью этому журналу, ну и посчитала своим долгом поприсутствовать. У меня не было в этом перечне ставите сексуальных. Но вы вне конкурса нормально прошли, да? А я прошла случайно совершенно приз зрительских симпатий получила и довольна с цветами уехала домой. Не зря Анастасия действует через блоги. У меня там же, собственно, и зрители, и симпатия. В связи с тем, что ей действительно ставят палки в колеса и там и сям, возможно, как бы неплохо может задаться, например, карьера, ну, скромно, конечно, да, но тоже приносит какие-то деньги, которые можно, например, на благотворительные цели пустить. Карьера фотомодели. В связи с этим мы решили опросить редакторов, ведущих редакторов главного мужского глянца. Поставили бы они вот сейчас уже после всех этих событий Настю на обложку или нет? Как бы они поработали с этим снимком? Да. Будут ли его ретушировать? Давайте послушаем. У ее выходок всегда есть аудитория. Мне кажется, что вот эта съемка мальдивская, она, конечно, немножко так выглядит, я бы сказал, too much, не в смысле обнажения, видал я ей пострашнее обнажения, а в смысле неадекватности. Тем более она занимается какой-то общественной работой, когда-то входят в партию «Единой России», то выходят, и все это делают шумно, со скандалом, и одновременно снимается без купальника на пляже. Все это, в общем, довольно интересно, как история. Но, конечно, если бы я искал каких-то моделей для съемки в журнале, я бы все-таки обратил внимание на девушек, которые, с моей точки зрения, больше выражают современные женские тренды, менее своеобразные, менее скандальные. Настя такая женщина, все при ней, понимаете, у нее прекрасные данные, она очень красивая, у нее прекрасная фигура, интересное лицо. По идее, она и сейчас бы, я думаю, продала обложку любого мужского журнала. Другое дело, что за последние годы она как-то так ухитрилась настроить против себя многих людей, собственно, народ. Она стала одиозным персонажем, понимаете, ее не любят. Вот. И вот у меня есть сомнение, что она бы сейчас продала эту обложку нашего журнала именно по этой причине. Потому что она, в общем-то, из секс-бомбы превратилась в какую-то мультяшную героиню анекдотов. Ну, почему бы нет? Можно было бы, конечно, поставить ее на нашу обложку. Но только я бы, наверное, все-таки сделал бы это несколько лучше, чем тот неизвестный никому фотограф, который фотографировал ее там с непонятных ракурсов, непонятно как там чего. Ну, все можно было бы сделать красиво, сексуально. То, что у Насти некрасиво, можно было бы прибрать. То, что у нее есть хорошо, значит, показать как можно больше. Так что, Настя, я повторяю свою просьбу, о которой я к вам уже как-то обращался. Приходите, давайте мы с вами поговорим, запишем, сделаем, снимем вас. И я уверяю, что результат будет намного лучше, чем тот, который вы преследовали, а может быть не преследовали, выкладывая свою фотосессию в интернете. Музыка Настя, нельзя еще раз сказать то, что вы сказали за кадром. Вот этому человеку хотелось сказать, что снять меня нельзя, меня можно только сфотографировать. Черт поверя, он надеялся. А вы готовы сфотографироваться для обложки? Вячеслав Ровнер, это надеялся. Зачем мне это надо? Мне пока есть чем привлекать внимание к своему творчеству, к своим событиям. И вот вам ответ на те вопросы, которые мужчины задавали. Они же в своих вопросах уже ответили. У меня не было задачи делать профессиональную фотосессию. Вот Ренатик раз сфотографировал меня на фотокамеру, которая была. И люди просто, кто читал мой блог, он знал, почему я это сделал. Это был вызов папарацци людям, которые в первые же дни моего отдыха из-за кустов меня фотографировали там с какими-то мыльницами своими. И я подумала, что если я через 12 дней вернусь в Москву, то это уже будет во всем интернете, причем мне в самом лучшем виде. Ведь как папарацци пытаются схватить в кривом каком-то состоянии, когда ты моршишься от солнца. Они пытаются схватить так, как они лежат за кустами. Как они тоже не очень много вариантов пост. И вы знаете, я совершила очень смелый поступок. Я сделала эту фотосессию, и я ее повторяю. Я повестила ее не на журнале, не на страницах их сайта, не на сайте Единой России, а в своем блоге. А на сайте Единой России! Вы знаете, да как жалко, до выборов обидно, да? Вызов папарацци, ребята, что вы не видели? Тело мое, ну посмотрите. Посмотрите, если ваша жизнь от этого изменится, то я буду рада, куда дальше? То есть все, и дальше это опять свобода. Все, дальше уже что? Теперь в постель ко мне полезут журналисты. Ну как, это уже крайний шаг. Вы сами первые, я думаю, залезть, если что. Если надо будет, там тоже все красиво будет, повезетнее. Как превентивные меры, да. Интересно. Интересный поворот по вопросу. Да, да, да. Слушайте, давайте поговорим про балет. Да, давайте поговорим про балет, а давайте еще поговорим про кино, раз уж зашла речь об этом. Про балет мне интереснее, потому что это моя сфера. Ой, Настя, мы сейчас это вот соединим то и другое, потому что, на самом деле, вот вы упоминали «Черного лебедя», это отлично. Сейчас мы его обсудим, и не только его. На самом деле, вот этот год, он стал каким-то годом балета в кино, да. Хотя, по большому счету, вышел вот только «Черный лебедь», но была какая-то совершенно гигантская реакция на него, да. А еще вот сейчас была я на фестивале «Кинотавр», и там была премьера совершенно прелестного фильма под названием «Мой папа Барышников», вот. А мальчики, которые в конце 80-х ходят как раз в балетную школу Большого театра, вот, фантазируют о том, что его папа – это Барышников, на самом деле. А папа не Барышников. А папа, конечно, не Барышников, да, потому что он уехал уже довольно давно, да, мальчик? А вообще, это был папа Барышников вообще? Были ли у Барышникова дети, ты имеешь в виду? Ну, знаешь, нам не поднесли засол библиографическую справку, извини. Да, мы не можем справку. Вот, да, вот, поэтому, и фильм действительно совершенно прелестный, это такой российский «Билли Эллиот», если помните, такое кино про мальчика, который в нефтяно, в шахтерском поселке британском, мечтая стать балеруном, а все считают, что вот он такой, значит, гей. Танцором балета. Да, танцором балеруном, да, это ужасно. Меня на канале «Культура» научили балерон, это не то. Да, слушай, меня на канале «Культура» плохо научили. Давайте посмотрим фрагмент из фильма «Мой папа Барышников», чтобы и Аня, и Настя, да, кстати, продюсер мне подсказывает, что у Барышникова четверо детей. Вот, но, тем не менее, посмотрим фрагмент фильма «Мой папа Барышников», чтобы и Аня, и Настя смогли оценить это замечательное кино. Хотя бы чуть-чуть. Культура «Мой папа Барышников» «Мой папа Барышников» «Мой папа Барышников» «Мой папа Барышников» «Музык». Так вот, я так говорю, действительно, человек танцует очень плохо, но в этом как бы и замысел картины. Это очень плохой танцор, у которого потом не заладилось карьерой и так далее. Но, тем не менее, хотелось бы Настю спросить, а вот вам правдоподобие танца в фильмах про балет важно? Ну, на самом деле, не очень. Когда я смотрела фильм «Черный принц», если к нему возвращаться, просто я не видела тот фильм. «Черный лебедь». Ой, простите, «Черный лебедь», просто сама снималась в фильме «Черный принц», видимо, ассоциация. Конечно, «Черный лебедь». Я была поражена игрой Натальи Портман. И мне за этой игрой уже было неважно, какая балерина танцует, и какая балерина является ее дублершей, но в то же время я не могла не обратить внимание вот на вот эту железобетонную девушку, которую танцевал не так хорошо, как нужно было бы представить. Сама Наталья Портман? Нет, не, она сама. И у нее была дублерша, то есть все партии балетных за нее исполняла дублерша. Но надо отдать должное Натали, какие-то элементы, даже крупные планы для того, чтобы их снять, она должна была делать движение, и было видно, где она старается их исполнить. Поэтому меня это настолько восхитило, что вот этот не совсем высокий уровень профессионализма на сцене балерины, он уже не отвлекал внимания. Что касается здесь, в фильме «Мой папа Барышников», но мне кажется, вообще то, что привлекает внимание к миру танца и музыки, вот это вызывает восхищение. И не важно, какая там техническая исполняемость этих движений и каких-то ролей, важна суть. Ведь кино – это другая совсем ипостась, где речь идет не о повороте тела или головы, а о повороте взгляда, жеста, эмоций. И вот что должно увидеть и услышать зрителя. Вот интересно, Настя оценивает фильмы не как профессионал, а как кинокритик. Нет, вовсе. Я наоборот как зритель. Я не имею представления о том, как нужно снимать кино и как нужно быть актрисой. Я снималась в фильмах, но не считаю, что это мои были удачные работы, и сейчас, мне кажется, получилось бы лучше. Но мне просто интересен мир кино, и я воспринимаю его как кинозритель. Вот интересно, мир кино интересен мир балета. Мне кажется, что очень притягательно, вот точно, рафинированно, технично выполнить то, что делают профессионалы. И мы сделали такую подборку из нескольких танцев, из фильмов о профессиональных артистах балета, которых играют профессиональные артисты кино. Хотим, Насте, эту подборку показать. Ты думаешь? Ну, по крайней мере, насчет «Черного лебедя» Анны Павловой уверена. Вот, и насчет «Белелюта» тоже. Вот, сейчас мы на Насте протестируем, и она нам расскажет, что она о качестве танца думает. КОНЕЦ КОНЕЦ Немножко нарушились наши планы. Ни Анны Павловой, ни «Белелюта». Чему была Анна Павлова? Ну, это правда, это Анна Павлова. Вот, ну, зато был прекрасный фильм «Красные башмачки». Итак, послушаем, что Анастасия думает вот о качестве танца в этих фрагментах. Ну, вы знаете, опять же, не на качество танца смотрела, просто изменилась эстетика со временем, с годами, эстетика во всем. Вот, я даже посмотрела из Анны Павловой фрагмент. Даже эстетика костюма, вот, пачки стали более такими, меньшего размера, скажем, более сексуальными, если так можно сказать. В «Красных башмачках», ну, там, может быть, техника вообще на каком-то отсталом уровне. Но дело в том, что это просто другое. Это было другое время, это были другие балерины. Сегодня, если посмотреть, как танцевали мои педагоги, которых уже нет в живых, наверное, тоже можно сказать, что, ну, вот, что-то не то, а с другой стороны, это были такие актрисы, такие, ну, не то, что жизни исполняли на сцене, то есть это были действительно настоящие личности. И сейчас вот, когда фрагмент был из фильма Натальи Портман, я могу сказать, что вообще, сидя в кинозале и глядя на премьеру этого фильма, я думала о том, что если бы вот наши балерины сегодняшние были такими яркими, такими сексуальными, такими красивыми, такими статными, аристократичными, как Наталья Портман, то у русского балета еще все было бы, как говорится, впереди. Не зря она потом вышла замуж за хореографа и вот сейчас родила ребенка буквально на дне. Чего, это ужасно интересно. А скажите, пожалуйста, вот так немножко отвлекусь от плана, а кто, вы же наверняка знаете, кто вот в высших сферах властных главный любитель балета? Я не знаю, мне кажется, что сегодня вообще представители власти не интересуются этим видом искусства. И вообще с балетом «Лебединое озеро» сегодня, на мой взгляд, ассоциируется путь или какое-то политическое событие или переворот. Именно по этой причине я видела это раньше и поэтому мне захотелось сделать прорыв. Вот что-то неожиданное я всегда люблю совершать. И вот я создала концертное шоу совершенно неожиданного формата. Я его искала много лет и искала такой формат, который будет интересен именно современному зрителю. Тому, кого сложно сегодня привести балетом «Лебединое озеро» или «Спящей красавице» в театр. И, на мой взгляд, сочетание жанров – это вот путь к тому самому успеху. И я это сделала, сочетала и танцевальное искусство, и балетное, и вокальное, и оперное, и акробатический балет. Все вместе. Еще сама теперь песни пою в своих концертах. Две пока. Вот в начале и в конце. Интересно. А это прям буквально оперным голосом? Нет, не оперным. Это, конечно, странный вариант. Как вы собирались быть мэром Сочи и одновременно заниматься балетом? Вы знаете, у меня был свой план действий. Я бы, конечно, тогда приостановила свою деятельность на какое-то количество времени, но ничто не помешало бы мне поддерживать свою форму. Вот Юрий Михайлович Лужков был мэром 17 лет, играл в теннис и поддерживал свою теннис в спортивной форме. А мэр Пахомов наверняка ходит в тренажерный зал. Он ходит в тренажерный зал, а Анастасия бы в это время вставала к станку. Мне кажется, что это будет в обеденную перерыв. Я вообще не вижу сейчас себя в мире политики. Я имею такое счастье со стороны совершенно независимо высказывать свое мнение, если оно кого-то интересует о том, что происходит в нашей стране или в мире. Во всяком случае, говорить о своем мнении. И у меня есть очень хорошее, мне кажется, качество. Оно заключается в том, что у меня всегда есть своя позиция. И я никогда не изменяю себе. Вот измена, на мой взгляд, себе – это хуже измены на физическом уровне. Хорошо, давайте вернемся к балетным мифам. Мы очень мало, на самом деле, знаем о том, как устроен балет. Мы можем только догадываться. Но очень хотим узнать. Есть какие-то вот штампы, которые связаны с балетом. Ну, с чего начнем? Ну, давай начнем с того, например, что вот этот вот скандал британских школ, которым ты мне рассказывал до эфира, о том, что там нескольких учеников довели до анорексии. Нет, история такая, на самом деле, была, что британская пресса, в частности, Гардиан, раскрутила историю, что британские балетные школы морят голодом своих учеников. У них фактически анорексия, их изматывают физическими упражнениями, их обвинили фактически в пыточном воспитании. Как вы к этому относитесь? Вы такое встречали? Вы знаете, я такого не встречала. Я сама училась в балетной школе, самой лучшей в мире. Это Вагановская балетная академия в Санкт-Петербурге. Там никого не изнуряли. Ключово анорексии замечено не было? Нет, у каждого была своя дисциплина, но просто меня отличало от других учеников то, что я пришла в балетную школу, и у меня вообще не было никаких физических данных. То есть о той растяжке, в которой сейчас многие уже... Ну, кто-то восхищается, а кто-то смеется над тем, что я все время ее демонстрирую, а буду это делать, потому что если бы те люди, которые смеются, знали, каким трудом она мне досталась, они бы уже этого не делали. Ну, неважно. И поэтому у меня не было тех данных, которые были необходимы. Но я знала, что с помощью труда ежедневно их можно выработать. И мои родители фактически все свои деньги отдавали на зарплату моих частных преподавателей, с которыми я занималась каждый день. И большего строгого учителя, чем я сама, для меня не было. Единственная была травма, конечно, потому что педагог по балету мне каждый день говорила, что я никогда не буду балериной. Вот каждый день надо мной вот это висело, что ты будешь инженером, учителем, врачом, кем угодно, но не балериной, а я хотела балериной. И этот стимул во мне вот только мама поддерживала. Поэтому я, конечно, очень ей благодарна. И когда я закончила школу с красным дипломом и была за год до окончания принята в Мариинский театр, это было событием, это был единственный случай до сих пор в истории Мариинского театра. Хорошо. Есть такой балетный миф, что в балете невозможно выйти замуж, потому что там все геи. Ну почему же нет? В балете есть очень хорошие мужчины, красивые, все самые красивые артисты балета. Вот муж поздно. Мои мужчины, самые лучшие, правда. Поэтому я могу сказать, что есть такие. Да, ориентация – это такой момент у творческих людей иногда, она не то что нарушается, а изменяется. Я не осуждаю никого. Это личный путь и личное дело каждого человека. Но я предпочитаю общаться, дружить и танцевать с настоящими мужчинами. Что я и делаю. Другая важная тема, к которой невозможно выйти, с которой мы начали. Все-таки грядут выборы. Все, естественно, будут вспоминать вашу историю с Единой Россией. Сейчас появилась новая партия «Правое дело». Вам не предлагали вступить? Не хотите ли рискнуть? Знаете, я могу сказать, что я пока ни во что больше вступать не хочу. Это не нужно. Ведь важна не форма, а содержание. А вы знаете, что мой билет «Единая Россия» там и лежит. Я его даже не забирала в 2003 году. То есть вы формально... То есть вы его не забирали, и поэтому не положили на стол. А когда-то принято, почему было положить. Вы знаете, для того, чтобы поддержать какое-то движение, или высказать свое мнение, высказать свою позицию по одному или другому вопросу, мне не нужно трясти билетом. Зачем? Это та же формальность, как у меня книжка трудовая лежит в Большом театре, но я там не танцую, потому что после суда, который я выиграла... Какие-то знаковые явления. Книжка там, билет там. Книжка там, билет там. Я пометила территорию и ушла. Вы знаете, я обутрилась выйти замуж, прожить счастливо с моим бывшим Игорем, и не поставить печать в паспорте, но сыграть свадьбы фактически на весь мир. Несколько штук. Вы мне кажется, что вы всюду можете еще вернуться. Нет, не в этом дело. Просто я говорю о том, что не нужна эта формальность. Зачастую человеческое слово весит и значит гораздо больше, чем документ, чем билет. Предложения такого рода поступали, я не знаю, сколько серьезно это было или нет. Я уже сейчас привыкла и к своего рода провокациям, поэтому серьезно не отношусь к ним. Но считаю, что просто мне не нужно сегодня обсуждать политику. А вот когда мы раздумывали, может ли Настя вступить в правое дело, например, мы как-то начали размышлять, а кто бы еще, какие бы еще артисты могли бы пополнить ряды этой замечательной партии, которую возглавит Михаил Прохоров. И вот каким выводом мы пришли. Сейчас мы вам покажем. Светлана Светличная, заслуженная актриса России, получила одобрение либералов в феврале, когда объявила на Радио Свободу, что не подписывала в 2005-м письмо деятелей культуры в поддержку первого срока Михаила Ходорковского. Светличная сказала, что ее подставили, а опальных бизнесменов назвала людьми с большой буквы во всех отношениях. Такой подход обеспечивает актрисе, которая знала толк буржуазных халатах с перламутровыми пуговицами еще в Советском Союзе, место в самой бизнес-ориентированной российской партии. Олег Басилашвили. Актер мог войти в боевое крыло правого дела. Он символ интеллигентского демократического сопротивления. Басилашвили до последнего агитировал за СПС. Он же главный борец с Валентиной Матвиенко, противник газоскреба. Недавно он вместе с другими деятелями культуры подписал открытое письмо, в котором президента Медведева называют политическим паралитиком, региональной власти импотентами, а выборы сплошной имитацией. Очевидно, что пора запустить Басилашвили во власть. Юрий Шувчук, Юра-музыкант, вступил с властью в открытую полемику на той знаменитой встрече с Владимиром Путиным. Прославился как активный борец с ментовским беспределом и коррупцией. Защитник хинкинского леса и коллег по цеху Артемия Троицкого, например. В партии стоило бы присмотреться к такому кандидату. В последнее время он стал чуть ли не популярнее Навального. Эдуард Баяков, художественный руководитель практики, театра для продвинутых буржуа. Идеальная кандидатура для правого дела. Если позиция партии, конечно, не будет противоречить взглядам главного спонсора Баякова Александра Мамута. На спектакле практики ходят как раз те, за чьи голоса Прохоров собирается бороться. Из этого может что-то выйти. Аншлаги на премьере прошлого сезона «Коммуникантах», пьесе про оборзевшего депутата от «Единой России» тому подтверждение. Арт-группа «Война» победители государственной премии «Инновация» смогли бы помочь партии получить голоса тех, кто на выборы предпочитает не ходить. После «Синих ведерок» членов плену у ФСБ и дворцового переворота в Питере активисты войны стали героями «Рунета» и радикальной молодежи. А угроза тюрьмы для самых ярых из них, Олега Воротникова и Леонида Николаева, вовсе сделала их иконой сопротивления. К тому же их хорошо знают на Западе. Правда, больше всего война пригодилась бы подпольной работе или как организатор акций против конкурентов. Но это уже на заметку нацболом. Настя, вот нам, когда приходил президент Медведев на наш канал, его немедленно наш шеф-редактор и ведущий Михаил Зыгодь спросил, а что вы, скажите, Дмитрий Анатольевич, будете делать на пенсии? Он говорит, я буду продавать. Когда у вас пенсия, Настя? У вас уже у балетных она очень рано начинается? И что происходит дальше? Вы знаете, у кого как происходит. Кто-то сидит дома, кто-то может найти свою реализацию, может быть, в качестве педагога. У меня очень много перспектив. Ну, во-первых, не надо меня сразу хоронить в мире творчества. У меня еще, думаю, что лет семь спокойно есть потанцевать со своей концертной программой. Классический балет я сейчас не танцую. И считаю, что это прекрасное прошлое моей жизни. Я танцевала все спектакли, которые только существовали. Во всех театрах. Классический балет. А почему? А почему? Ну, мне как-то перестало интересно, если честно, это танцевать. Мне интереснее танцевать свою концертную программу, где я исполняю за один вечер 10 разных хореографических композиций. На музыку и песни Эдит Пиаф, Александра Софина, Жоржа Майкла, это танго Эдвина Мартона, это музыка из кинофильмов Нина Рота Крестный Отец, мастер Маргарита Игорь Корнелюк. Это все интересно, современно, про жизнь, про эмоции, про любовь. Конечно, это интереснее. Поэтому эта программа будет жить, и мое шоу постоянно изменяется. Это современный продукт. Более того, я могу развить сеть своих творческих школ, о которых я говорила. Уже с 1 сентября это будет хореографическое направление. Сначала кино может быть счастливым, продолжение моей карьеры. У меня столько всего еще интересного и хорошего. Да, Анастасия, чувствую, у нас еще паразиты на пенсии. Впереди была программа на телеканале «Дождь», да, шоу «Маст Го Уон» с Анастасией Волочковой.